Сегодня есть постарше меня. Я бы хотел сегодня, чтобы за трапезу помолился наш брат Юрий. Хочу еще раз проявить уважение к нашим братьям евреям, мессианским евреям. Я думаю, что это Богу понравится. Давайте мы сегодня вместе откроем одно уникальное место в Писании. Это место написано в Евангелии от Луки. В 10 главе. С 25 стиха. Мы подождем, когда на проекторе появится. Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Лука, 10 глава. 25-37. В 25-37 стих. А, будет, да, на проекторе? Да. Хотел, пока ищут место, сказать такую мысль. Мне сегодня понравилось. Мы сегодня репетировали хор. И, ну, у нас уже в хоре так иногда бывает 5-6-7 человек. Но, когда мы поем, я слышу, что с коридора доносится такой голос. И от коридора челом, через один глаз. Ты такой сильный голос. Силен глаз. И смотрю, уже до 8-ой октава уже дотягивается потихонечку. Ну, то есть еще немного и начнет петь, как Димаш Кудайбергенов. Ну, может, не все знают, Димаш Кудайбергенов из Алматы, уже многими экспертами признан как лучший голос мира. И тут я слышу, что голос, ну, вот уже дотянется сейчас. А это наш Павел в коридоре поет. Это где-то, да, ну, это контр-сопрано уже, наверное. Твоя контр-сопрано. Думаю, ну, вот будущий наш солист пробивается в наш хор. А потом началось здесь прославление. Вышел второй претендент. Его зовут Натан. У него уже стабильная, уже седьмая октава. Тоже, ну, этот, говорю, этот хочет грубо прославление подвинуть. А тоже искает, да его вхваленьют. Ну, то есть у нас уже наступает на пятки, да? Вече не наступает аппетит. Родители, ну, чтобы вы не комплексовали, когда дети плачут, это нормально. И родители, да не се притесняват, когда децата плачат, това е нормално. Я не видел ребенка, который не плачет. А когда плачут красивым, хорошим контр-сопрано... Плачутся через красивую контр-сопрано, тугава... Ну, в нашей церкви это будет почитаться. Ну, в нашей церкви это будет почитаться. Мы это будем развивать. Развиваем этого. Давайте мы прочтем. И некое прочитаем место этого библии. Которые можно читать на болгарском. И вот один законник встал и, искушая его, кого его, Иисуса Христа, сказал, «Учитель, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, такой провокационный вопрос. Давай провокируешь вопрос. Он же сказал ему. Иисус Христос ему отвечает. Иисус Христос, мол, говорим. В законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепости твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему. «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, понимает, что, как бы, немножко ситуация такая для него глупая. То есть, берешь и малку глупого ситуации за него. И он сказал Иисусу. «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Иисус Христос объясняет, кто ему ближний. Иисус Христос объяснял, какой ближний за него. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, не отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих думаешь ты?» Иисус Христос задает законнику вопрос, «Кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшемуся разбойникам?» И он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Аминь. Я думаю, что кто-то эту историю слушал много-много раз. Да, мы ее периодически поднимаем, читаем. Я хотел бы сегодня еще раз прикоснуться к этой библейской истории. Я хотел бы открыть сегодня толкование. И днес искам да утворя толкованието. Более точная расшифровка понятия самарянин. Там повече се расшифрова понятието самарянин. Или кто такие самаритяни. И кои са самаритяни. Ну, кто-то, наверное, слышал, что между иудеями и самаритянами была определенная вражда. И между иудеями и самаритяни някои може би сачували, че има враждуване между тях. Я открою википедию. Что утворил википедию. И здесь немножко коротко прочитаю. И неясно, кратко, что прочитаю. Самаритяне. Самаритяне. От слова шомроним. От думата шомроним. Переселенцы из месопотамского города Куты. Здесь переселенцы из месопотамского города Куты. Малочисленная этно-религиозная группа. Тесамалко-этническая группа. Представители которой компактно проживают в квартале Неве-Пинхаз. И представитель этой группы живет в квартале Пинхаз. Неве-Пинхаз. Израильского города Холон. На израильский город Холон. Ихняя религия. Тяхнута религия. Своеобразная версия допророческого иудаизма. Священным писанием считается у них самаритянское пятикнижие Тора. Они существуют и на сегодня. И по статистике 2019 года. Их численность насчитывает 820 человек. После завоевания иудеей Александром Македонским. Вслед который Александр Македонский завоевал иудея. Самаритяне под руководством Санавалата построили храм на горе Гризим. И самаритяне построили храм на горе Гризим. Вот сильные культурные различия евреев севера и юга Ханаана. И сильные различия на евреев северен и южен Ханаан. Имели место еще с древнейших времен. И имели эти различия от древних времен. Но после возвращения евреев из Вавилонского плена. Произошло окончательное размежевывание евреев и самаритян. Которая совораздалась взаимной враждой. Ну вот такая вот информация из Википедии. И в принципе Евангелие тоже это не скрывает. Что не скрывает? Что иудеи презирали самаритян. Для евреев в самаритяне это была какая-то плена такая презренная каста. Как это подтверждается Евангелие? Это вот в этом месте написано. Когда Иисус Христос спрашивает у этого законника. Куда Иисус Христос спит тот законник. У этого иудея. Тот же юдей. У этого фарисея. Тот же фарисей. Уже говорит, кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам. И был ближний на испаднеле в среду разбойника, который пострадал. И он вместо того, чтобы сказать, что самаритянин. И то вместо того, как же самаритянин. Он даже не захотел назвать это слово. Потому что для иудеев это было осквернение. Кто такие самаритяне? И как он сказал? Он сказал очень хитро. Ну это тот, который оказал милость. Чтобы не произнести слово самаритяне. Чтобы не оскверниться. Понимаете, да, о чем я говорю? Так кто есть ближний? И кое ближнее? Ближний есть тот, кто оказывает милость. Вы знаете, Писание говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Писание указывает суд без милости и указание не оказавшему милости. То есть тот, кто не оказывает милости, он потом даже без милости Божия будет осужден. То есть ты будешь суден без милости на Бог. Знаете, мы наблюдали недавнее пробуждение, которое было в Кентукки. И недавно я слушал новости. Наскоро чух новини о том, что это пробуждение за това, че това пробуждение оно началось после обыкновенной проповеди. То есть започнало след обыкновенна проповед. И это даже не было проповедь в воскресенье. Дори не е била неделна служба. По-моему, она была в среду. Може би в среду. Какой-то другой недельный день. Някой делничный день. Священник просто проповедовал. Священникът просто я проповедовал. И потом вышел на его место, на алтарь. И на неговото място, на алтарь, е излязал молодой студент. Млад студент. Мессианский еврей. Мессианский еврей. То есть еврей, который верит в Ишуа Маше. Еврей, который верит в Ишуа Маше. И сказал простую фразу. И казал обыкновенна фраза. Не уходите сегодня отсюда. Не отивайте, не се тръгайте оттук днес. Пока не познаете любовь в Ишуа. Докато не познаете любовь в Ишуа. И люди начали молиться. И никто не хотел уходить. И люди остались на ночь. И молились и молились. И кто-то начал познавать. И някой започнула, познала. Какая она? Каква и тя. Любовь в Ишуа Маше. Любовь в Иисус Христа. Любовь в Иисус Христос. Превосходящее разумение. Кое-то превосходное разуме. Люди, мы не можем это вместить. Ние, хората, не можем да го поберем в своя ум. Аз, като човек, не мога да ви го предам. Я слишком ограничен. Много съм ограничен. За да предам любовта на Иисус Христос. Потому что она безмерна. Защото тя е безмярка. Знаете, я сейчас работаю в Бургасе. Сега работя в Бургас. Иногда, на прошедши недели, през минувата седмица, я наконец-то рано встал. Рано се събудих. Вече се адаптирах. Потому что, ну, как с Казахстана вернулся еще от погода какая-то. След като се върнах, след Казахстан, беше ми трудно да се адаптирам. Много ми се спеше. Еще не мога наспаться. И не можех да се наспя. А тут рано встал. И събудих се рано. И пошел на море. И отидох на морето. Подхожу к морю. Приближавам се към морето. Море такое красивое. То беше толкова красиво. Величествено море. Величествено. Я подхожу к нему вплотную. И идвам при него. Поблизо. Она прям подходит к моим ногам. Водата идва к моите крака. И в този момент я вдруг осознаю. И в този момент осознавам. Я говорю, Господи. Господи. Вот прямо сейчас. Сега. Я всего лишь прикасаюсь. Само се докосвам. Капельки. Към капка. Какому-то атому. Към атома. Твоего настоящего величия. Над твоето истинско величие. Вот насколко велико море. Колко е велико море. Насколько велика наша земля. Колко велика е нашата земля. Но даже вот наша земля. Но дори нашата земля. И даже наша Вселенная. Дори нашата Вселенная. Она не может передать Божие величие. Тя не может да предаде Божието величие. Потому что Бог все это сотворил. Бог всичко сотворил това. Вы знаете, что наша Солнечна система, она не самая большая. И знаете ли, че наша Солнечная система не е най-голямата? Звезда Солнца не е най-голямата. Вы знаете, что в космосе существуют такие звезды, вот одна звезда, которая больше всей нашей Солнечной Вселенной. Вы можете себе это представить? Это даже трудно представить, что одна звезда по своей величине больше чем вся наша Вселенная. Но я хочу сказать, даже эта звезда не передаст величие Божие. И вы знаете, ученые двинулись в другую сторону. Они решили, что они все знают. И они начали исследовать инфузорию туфельку. Да, микробы различные. Не различные микроби, амеби. И они думали, ну, амеба, ну, это все то, с чего началось. Амеба, вот, всичко твоя, вот, какой-то из-за почвенного всичко. По теории эволюции. По теории на эволюции. Все живое. Ця всичко живу. Но когда они вошли в самый мощный микроскоп, самую мелкую амебу, они открыли там космос. То есть в этой амебе еще столько всяких организмов, потому что толкова много различных организмов. И там так все сложно. И всичко толкова сложно. И непонятно. И не разбираемо. Что ученые микробиологи, исследующие вот эту самую маленькую, микро-частицу, они сказали, мы поняли, что мы ничего не знаем. Ничего не знаем. Да, и вот в этот момент приходит истинное осознание. Интересно, что апостол Павел об этом пишет. Интересно, что апостол Павел пишет из этого. Он пишет, что тот, кто думает, что он что-то знает, он на самом деле ничего не знает. И вы знаете, это только начало пути. Знаете, просто вот, когда человек духовный, вдруг ощутил себя. Я Библию всю прочитал. Ну теперь, наверное, я знаю все. Зачем ее читать? За какого-то я читал пак. Я уже читал ее. Вот апостол Павел говорит. Апостол Павел указывает. Если ты думаешь, что ты что-то знаешь. А как мыслишь, что знаешь нечто? Прочитай Библию еще раз. Прочти Библию это пак. Я сколько читал Библию? А сколько пыта с начала Библию это вече? С корки до корки читал Библию? От начала до края. Просто вот так начинали. И започли. И заканчивали. Започивал сам, и так ас-выршивах. Я участвовал в скоростном чтении Библии. Участвовал съм в бързо четене на Библии. Когда чтеци Гладко тези, които четят, те сменят един друг. И мы читали Библию без остановки. И смечели, читахме Библия без спирани. И никто не уходил. И никой не си трыгваше. И знаете, за сколько мы прочитали Библию? И знаете ли, колко времени от нее? Всю Библию. Да прочитаем цялата Библия. Мы прочитаем ее за три дни. За три дни. Всю Библию за три дня. И вы знаете, это было что-то особенное. Понятно, что вот когда поступает столько мега информации, едва ли успеваешь там один процент что-то усвоить. Может быть, само один процент может да усвоишь нечто от этой информации. Но Библия это уникальна книга. Это живая книга. Жива книга. Она что-то производит в нашей душе. И нечто произвеждая в нашей душе. Она разбивает наши каменные сердца. Она вкладывает в нас какое-то живое сердце. И влага в нас живой сердце. Омывает нашу совесть. Умывая нашу совесть. И совесть, вот читая Библию, и читайки Библии это, твоя совесть становится чище. Твоя совесть стала почиста. Вот что, что другое может сделать такое? Как вот другое, что может да я направить почиста? Что может очистить нашу совесть? Как вы можете учисти нашу совесть? Что может очистить наш разум? Как вы можете причистить наш разум? Что может наполнить наш дух? Как вы можете наполнить наш дух? Можете мне ответить? Можете ли нам и кажете? Я хочу сказать о том, что это Библия. И искам докажешь, что твоя Библия это. Это уникальная книга. Уникальная книга. Слава нашему Богу. Слава на наш Бог. И вы знаете, недавно нам так сказали, передали. На скорую не преда духа. Через третье лицо. А, через третье лицо на нас не казаха. И сказали так, что мы больше не будем ходить в вашу церковь. Потому что вы помогаете украинцам. Ну, мы ничего не смогли ответить. Нищо не успяхме да отговорим, за что下去 через третье лицо. Ну, я слышал такое и обратно о том, что мы не будем ходить в вашу церковь, потому что вы принимаете у себя русских. А сейчас вы вообще перешли всякие рамки. И к вам в церковь начали ходить евреи. Это уже, это уже, вы знаете, просто, я думаю, что для меня это комплимент, кстати. В наша церковь ходят также и армяне, и корейцы, и молдаване, и белорусы. Я повторю сегодня эту мысль. Вы знаете, в нашу церковь ходят и украинцы, и русские, и сидят они вместе. И для меня это верный признак, что у нас есть Иисус Христос, что у нас есть живой Бог. Потому что Иисус Христос говорит по этому поводу. Только тогда люди увидят, что вы мои ученики. Когда они увидят любовь между вами. Знаете, я вчера вернулся, там. Домой. Вот я слышу, что внизу. Наши братья евреи танцуют. Там весело у них. Много весело в бретях. Потом песни что-то начали петь. Потом опять танцевать. После бахта танцовать. И такой топот просто. И чувак как топот. Знаете, а у меня в сердце такая радость. А в сердце мне дует такая радость. Я думаю, Господи, слава тебе. И каждому слава, Господи. Что я могу побыть вот в роли вот этого самаритянина. Чему это было в роли, то он тоже самарянин. Потому что самарянин, вот он, это тот. Ближний. Которого законник фарисея даже не может назвать. То есть какой-то законник фарисея не может договориться. Знаете, вот я рассказывал об этом случае. Рассказывал кто-то здесь случаем. Когда один раз ко мне пришла одна женщина, болгарка. И у нее были страшные панические атаки. Кошмарные сновидения. Ночью она не спала. Ее реально, как она говорила, меня мучают бесы. Я говорю, вы не хотели бы помолиться? А что это помогает? Ну, Писание говорит, что помогает. Вы верите в Господа? Да, я верю. Даже в церковь хожу. Но Иисус Христос не изменился. Но Иисус Христос на себе применил. Вчера, сегодня, во веки тот же Бог. Вчера, днес, и в иноги, что будет соште. Он и сегодня исцеляет. Он и сегодня связывает бесов и гонит их вон. Давайте помолимся прямо сейчас. И некоторые помолим всегда. Ну, если вы считаете нужно, помолитесь. И я за нее помолился. Через несколько дней она пришла. И сказал, что кошмары больше ее не мучают. И что просто покой пришел. Просто дойдет покой в мея. Мир и покой. Говорит, а что это у вас за вера такая? Ну, вера, ну, вера в Иисус Христос. Мы верим. Мы читаем Слово Божие. Мы верим в то, что там написано. Верим в то, что Иисус Христос сказал. Но не само верим. Мы стараемся это исполнять. Потому что мало верите. Бесовете тоже веруют. написано так пишет как и пищу ты теперь от у них должны быть панические атаки тревожим от они у вас а не в и а вы в какую церковь ходите веку я церковь оставаться ну вот у нас вот там 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 по церковь на фоне там церкви мы тогда еще были на сливнице голубях мы на сливнице там совсем недалеко здесь за у ногу на близу а можно к вам прийти я питом можно дойда при вас конечно можно я сказал разбираться чем уже я к вам приду не сказывать оказывать а что дойда при вас но перед этим не надо сходить в храм на преди твое трава допустите храм и спросить разрешение у своего духовника не допитано разрешение ус присвоя духовник и она опять приходит через несколько дней яняку дни покидывал воскресенье прошло и и не было идеально именовать я не посетила на что служба она говорит я пошла к своему духовник а суп это свой духовный духовник ему рассказала о вас рассказах мы за вас о вашей церкви где она находится на вашей церкви крест на миром и что мне что он вам сказал и как вот то веказал он сказал ни в коем случае только за них как них никак не как судей не ходи туда не я послуждая тази церкви это секта твоя секта знаете если вы когда-нибудь услышите гуня куга чует и что в какой-то секте чарня как в секте бесы убегают и люди получают невероятное исцеление от самых страшных заболеваний от рака от рака вот в бургасе у меня было уникальное одно исцеление пришел муж одной жены но идея муж на не от рак хочет и вы можете себе представить через несколько лет вот ну то есть в прошлом году ее муж не не муж заболел раком то есть разболевать рак и жена его куда я отправила и жена ему к дегусть пройти вот к такому-то доктору тебя при този лекарь он молится оси молит и он пришел ко мне это и дойдет при мен хотя сам атеист но той и бил атеист мне жена сказала жена ми каза да дойда при вас и спрати ме при вас год тому назад и преди на година я за него молился за исцеление от рака за исцеление от рака ромно через год он приходит ко мне и след на година той идва при мен пак я в течение этого года ходил на обследование и каждый раз мне говорят одно и то же и всякий пыд ми казвате но и со что рака больше нет няма повече рак но еще будут обследовать еще четыре года но още четыре години ищите меня с учетом и после ще ми махнут от учет вы могли бы за меня еще раз помолиться можете ли пак да се помолите за мен ну так на всякий случай я продолжу вот эту мысль а что продолжу тази мысль если вы услышите про какую-то секту где происходят и сегодня чудеса где сегодня бог исцеляет где сегодня бог спасает где сегодня бог освобождает от наркотиков от алкоголя от мата от сквернословия от реальной сектор нашего господа из у нас и господа иисус христа потому что вы знаете писание так и говорит писание это такая казва первых учеников иисус христа первых учениц и на иисус христа было всего лишь 12 апостолов и верные последователи женщины и верные последователи жени и потом еще 70 после авто и как как называли и как с агеноричили их называли представителями представители ереси на эрес на зарейской на зарейска сектанты сектанты то есть христианство у нас этого началось христианство то из започвенного утува но эти сектанты они исцеляли тесса исцелявали Воскрешали мертвых. Слепые продолжали прозревать. Глухие отраждения начинали слышать. Парализованные отраждения начинали ходить. Кого мы слушаем? За кем мы идем? За кого следуем? Или если в церкви ничего не происходит? И там спокойно. Как на кладбище. Ничего не происходит. Можешь прийти. Согреть стульчик. Стать спокойно и потом уйти. Пришел пустым. И все трыгно праздник. Я могу просто сегодня сказать. Что это не церковь вообще. Также можно просто пойти куда-нибудь. И просто посидеть. Уйти пустым. Какая разница? Что является признаком живой церкви? И знаете, вот я вот про это пробуждение закончу мысль. Вот этот мессианский еврей, студент. Он сказал, не уходите с этого места. Пока не переживете любовь Христа. Ну знаете, достаточно ли Просто прикоснуться к любви Ишуа? Для этого ли мы приходим в церковь? Знаете, я еще раз вам напомню. Мысль, которую я как-то говорил. Есть великое поручение. Великое поручение. Има великое поручение. Нашего Господа. На наше Господа. Которое четко написано в 28 главе Евангелия от Матфея. Идите и научите. До края земли. Крестя всех. Научите чему? На как водоги научите? Тому. На твое? Что я повелел вам. Чесом повелел на вас. Иисус говорит в повелительном наклонении. И Иисус говорит в повелительном наклонении. То есть это не просто какая-то была просьба. Твое небе, который мы упадем на Иисус Христос. Иисус Христос попросил нас. Иисус Христос не помоле. И мы, может быть, хотим, делаем. Не, может быть, исками. А, может быть, не хотим и не делаем. Исками правим, а или исками можно не правим. Ну, вы знаете, это повеление. Твое повеление. Какое повеление? И вот здесь Иисус Христос, он поворачивается к книжнику и говорит. После того, как книжник ему говорит, ну кто мой ближний? Ну тот, который милость оказал. Тогда Иисус сказал ему. Иди, и ты поступай так же. Вырви, отивай. Да, иди, иди прави с Иштутака. Иди прави с Иштутака, точно таки. Что Иисус говорит законнику? Какого Иисус отговорил на законник? Говорит им примерно то же, что он говорил своим ученикам. То и говорит, что такое, ты указывал на свою ученицу. Иди до края земли. Иди до края Назмята. И поступай так, как самарянин поступил. И поступай так, как ты поступил самарянин. Оказывай милость. Указывай милость. И вы знаете, что является поручением, великим поручением Ишуа Маше? Какое великое поручение на Иисус Христос? Иисуса Христа. К великому поручению можно отнести всю, абсолютно всю Нагорную проповедь. К великому поручению можно отнести целому планинской проповеди. Это его великое поручение. вы хотели бы не только прикасаться к любви Ишуа, а нести его любовь, являть его любовь, быть его любовью, быть письмом Христовым, как написано, всеми читаемым и узнаваемым, чтобы на вас издалека смотрели, говорили, это христианин, он знает живого Бога, он не только говорит, он и делает, он не только знает Писание, он его исполняет, когда мы являем любовь Ишуа, в какой момент, в какой момент ты можешь сказать, вот это Господь, это сейчас, это был не я, это была твоя любовь, это была твоя десница, это было твое действие, потому что я так не могу, когда мы любим тех, кто нас ненавидит, вы знаете, мы не можем, мы не можем любить их, это может делать только Иисус Христос, но Он это хочет делать через нас, поэтому будь самаритянином, когда мы благословляем, куда-то неблагословены, те, кто нас проклял, он языкует, что они проклонали, говорит какие-то страшные слова про нас, страшные пожелания, страшные пожелания, страшные пожелания, а ты в ответ поворачивайся, и просто говоришь ему, хорошие, самые прекрасные пожелания, Произвуешь молитву Аарона, да? На иврите. Говоришь, вот, я у тебя хочу сейчас благословиться. Как? Я ж только что тебя проклял. Вы знаете, мы не можем, как люди, мы не можем этого сделать. Но Иисус может. Сделать подарок. Дорогой подарок, который тебе дорог. Тому, кто тебя всячески злословил. Презирал. Я хочу сказать о том, что вот наша церковь. Наша церковь. Я уже давно это наблюдаю. В нашей церкви почти нет болгар. В нашей церкви почти нема болгар. У нас вот единственная болгарка это Нина осталась. Единственная болгарка и Нина. У нас почему-то... Чистая. Чистая болгарка. У нас почему-то болгары почему-то не выживают, что ли. Я не знаю причину. Я не знаю причину. Булгариты при нас не уцеляют. Не знаю причины. Есть много наций в нашей церкви. И мы различные нации. Но болгарь нет. Но болгарь нет. И на Мализы болгар. Да. Я хочу сказать просто в этом отношении, что у меня сложилось, ну как бы статистически такое впечатление. И по статистике имеем такое впечатление, что здесь в Болгарии, что только в Болгарии, мы официально зарегистрированная церковь. Всеми признанная. Признанная другая тема. Нас показывают по болгарскому христианскому телевидению. По христианскому телевидению. Но мы самая презренная. Нас мы презренная церковь. То есть нас по каким-то причинам презирают. По некой причине не презирают. Да, и опять, для меня опять же это комплимент. Заментовый комплимент. Почему? Потому что ты можешь сейчас повернуться к соседу и сказать, брат, ты самаритянин. Сестра, ты самарянка. Потому что про нас говорят. За что-то за нас говорят. Это эти. Сектанты. Которые исцеляют там себе, что-то бегают. Исцеляют, правят нечто. К ним даже евреи ходят. Это конец. Добро пожаловать в самаритянскую церковь. Я уже заканчиваю. И моя мысль сегодня была такая. Вы знаете, вот Льва Толстого. Лев Николаевич Толстой. Великий писатель, конечно. Великий писатель. Его называли сердцевецом. И наричали ли сего сердцевидец. Считалось так, что он видит сердце человека. Он мог так описать психологическую внутренность человека. Что люди прекрасно начинали чувствовать этого человека. Описание каких-то характерных только для этого человека. Описание на характерные части особенностей на този человек. И все так красиво литературно. И всичку только хубово и литературно той могил да описывал. Ну, вы знаете, я предполагаю. Предполагом. И почему-то я об этом уверен. Что, конечно же, Лев Толстой. Че Лев Толстой. Он великий писатель. Той и велик писатель. Но все равно он вносил частичку, хотя бы частичку своей субъективности. Но той вносил частица от своей субъективности. Ну, вот кто есть истинный сердцеведец? Кой истинский сердцеведец? Это только Иисус Христос. Твой самый Иисус Христос. Потому что вот он посмотрел на вот этого законника. И вы знаете, Иисус Христос обличил этого фарисея. Иисус Христос, говорит, обличил. Он сказал ему самую суть. Он увидел, что этот законник. Он этих самаритян просто ненавидит. И он почему рассказывает именно эту притчу? Именно этому человеку. Именно на този человек. Потому что Иисус видит сердце человека. И говорит самые актуальные вещи для этого человека. И он говорит тебе сегодня. Вот в твоей жизни есть человек. Которого ты ненавидишь. А именно этот человек. Вот сегодня. Он окажет тебе милость. И кто он тогда тебе? Он тебе ближний. Он. Той. Полюби его как самого себя. Иди и делай так же. Иди до края земли. И благословляй проклинающих тебя. И люби ненавидящих тебя. Вот знаете, какая свобода в этом? Я думаю, периодически там бывает так, что кто-то что-то сделал. Периодически случилось, что някой направил нечто. Кто-то что-то сказал опять. Някой нечто и сказал, помыслил. И поранил мое сердце. Малко и наранил сердце. И я начинаю вот мысли какие-то приходят славы сразу. И започва дает мне некакви мысли. Ну, знаете, насколько целебна Нагорная проповедь. Но колко има исцеляваща сила планинская проповедь. И я чувствую, что кто-то меня ненавидит. И я говорю, Господи, дай мне любовь к этому человеку. И я скажу, Боже, дай мне любовь только к тому человеку. И не только дай. Вот эта мысль. Не только дай мне прикоснуться к твоей любви. Дай мне твою любовь реализовать. Дай мне реально подойти к этому человеку. И проявить акт любви. Обнять его, сказать, что я люблю тебя. И докажешь, что я убичам ты. Бог тебя любит. Бог ты убича. Бог есть любовь. Иисус любит тебя. И вы знаете, какая победа приходит? В этот момент, вот в этот же момент, ты свободен уже. Вот от этой раны, рана твоя уже исцелена. Ты освободился от ненависти. От бесконечного этого, как болгары правильно говорят, мурморини. Суд и осуждение. Суждение и осуждение. Но Иисус Христос что говорит? Не судите, да не судимы будете. И точно таким судом, вот точно, знаете, мгновенно срабатывает закон сеяния и жатвы. Вот точно таким судом, каким ты судишь вот этого человека, вот уже сегодня, ну максимум завтра, Бог будет судить тебя. Бог, что ты усужда, понимаете? Потому что вот так написано. Вот для меня это один из был верных признаков, что Бог есть, что Бог существует, что у Него мщение, что Он воздает, что не мстите за себя возлюбленные. Нам не надо мстить. Представьте, вот для меня это большое облегчение. Потому что в моей жизни было столько людей, в моем жизни имело толкова много хора, которым я хотел отомстить. На които искал, искал да отомстя. И до уверования. И предил, когда повервах. И даже после того, как я уверовал. И дори след, как повервах. Вот некоторым людям хотелось отомстить. На некое хоро много искал, да им отомстя. Но потом я что-то пережил. Но после переживях нечто. В послушании. В послушании Божьему Слову. Я перестал судить этого человека. И весь суд отдавал Богу. Потому что только у Него праведный суд. Он единый судья праведный. Так и написано. Только он праведно судит. И вот у меня к вам сегодня вот это практическое обращение. Ну, признай, есть такой человек. Который тебя презирает. Который тебя всячески злословит. Недолюбливает. Проявит к нему вот эту любовь. И сразу признай свое собственное бессилие. Скажи так, я не могу. Я не могу любить этого человека. Господь, помоги мне. Прояви свою любовь. И помоги мне проявить твою любовь. Давно я не говорил вот эту мысль. Я на этой мысли закончу. Как-то я задумался. А замислился в одно же? Господь меня навел на эту мысль. Вот мы сегодня про это читали. Господь. Если я люблю тебя всем своим разумом. Тогда чем мне любить моего ближнего? Господи, написано. Если я тебя люблю всем своим сердцем. А чем мне любить своего ближнего? У меня даже кусочка сердца не остается. Потому что всем сердцем ты учишь меня любить тебя. Так или не так? Включаем логику. Господи, если люблю Тебе всей своей силой. Вот всей Твоей своей силой. У меня не остается сил, чтобы любить моего близня. Если люблю Бога всей своей крепостью. Ну, то есть своим телом. Мое тело, храм, Господь, Господь, я храм. То я принадлежу на Бог. Мне уже не до ближнего. Я полностью занят. Отделен для Бога. И просто даже ближний мне, получается, не нужен. Я задал Богу вопрос. Очень честный вопрос. Господи, тогда чем мне любить? Господи, с какого да убичам туганно? Люби-то у меня не осталось. Не имам вече любовь. И знаете, Бог мне ответил мгновенно. И Бог веднага мне отговорит. Ты 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 не должен любить. Ты не трябва да убичашь. Через себя Через Теб Хочет любить Иска да убичам Сам Бог. Сам я Бог. Поэтому апостол Павел пишет Апостол Павел пишет В другом послании. В другом послании. Я люблю Вас Ас убичам Вас Любовью Иисуса Христа. Через любовь Туна Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Не пытайся любить свою любовь. Наша человеческая любовь Наша человеческая любовь Это просто вот какой-то вот такой мизер. Твоя ногу малку Она настолько ничтожна, эта любовь. Ногу малка ничтожна. По сравнению с Божьей, конечно. По сравнению с Божьей. Для кого-то может быть это большая любовь. Я так любила. За некую, может, твоя няква гуляма Любовь толкова саму бичала. Ну, вы знаете, не сравнивайте Но не сравнявайте Свою человеческую любовь с Божьей любовью. Вот Божья любовь Это как безмерный океан. А твоя любовь Это вот просто как слезинка Так вот А твоя Поэтому христианские браки так сильны. Потому что веревка втрое вскрученная. Я люблю свою жену в любовь Иисуса Христа. И моя любовь там тоже есть. Но я знаю, что Иисус Христос любит мою жену больше. Но я знаю, что Иисус Христос обичает мою жену повече. Аминь или не аминь? Аминь. И Он помогает, Он расширяет мою любовь. Без Его любовь моя любовь, она ничтожна. Без Него эта любовь моя любовь ничтожна. И сега я призываю вам. Вот просто представьте этого человека, который у вас вот прямо сейчас на сердце приходит. Кое-то видо на сердце. Который может быть как-то нехорошо посмотрел на вас. Может быть не вей погляд на губову. Что-то нехорошее сказал. Не что вошу и казал. Может это твоя жена, да. Может быть твоя твой жена. Может это твой муж. Может быть твоя твой муж. Может это твои дети. Может быть у вас твои деца. Сегодня Павел просто я увидел, что это настоящий Давид, который против своей мамы Голиафа воюет. Он так на нее там что-то бросается. Видяк Чепаев, это истинский Давид. Там настоящая такая война произошла. И у него срежь то майка, самых своих близких, которые у вас рядом. И просто прямо сейчас попросите у Иисуса не просто прикоснуться к Его любви. Понимаете, это только начало. Твое само начало. Донести Его любовь. Но даду носить негову эту любовь. До своего ближнего. До своего ближнего. Окажите милость. Окажите милость. Кого-то простите. Кого-то благословите. Пожелайте всего самого наилучшего. Кого-то отпустите. Кто-то не может отпустить свою маму, которая умерла 5 лет тому назад. Която починала преди 5 години. Кто-то не может отпустить своего отца, который недавно скончался. И этим самым мучает вот эту душу. Отпустите. Во имя Иисуса Христа. Господь. Господи. Благослови нас. Благослови ни. Чтобы нам сегодня. Ние днес. Идти до конца. Да идти до края. И до края этой земли. До края этой земли. Научай людей. Да научаваме хора. Тому. На това. Чему мы и сами были научены от Тебя. На който сме научени от Теб. Исполнять Твои повеления. Да исполняваме Твоите повеления. Полюбить прямо сейчас. И сега да обичаме. Человека, который меня возненавидел. Человек, който ме мрази. Благослови прямо сейчас. Да благослови мне сега. Человека, который меня проклял. Този человек, който ме проклял. Помолися за человека. Да се помолим за человека. Который меня обидел. Който ме обидел. Приготовить подарок. Да приготови подарок. Человеку, который меня всячески злословил. На този человек, който ме злословил. За Твоето имя. Помогни мне не судить. Помогни мне да не осуждам. И не осуждать. Да не осуждавам. Чтобы мне не быть осужденным. помоги мне по-настоящему простить Твоей любовью. Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за то, что Ты принес эту любовь нам, людям, и дал нам ее в силе Святого Духа, чтобы мы могли все преодолевать. Спасибо Тебе, Господь, за то, что при всяком искушении при всяком испытании, при всяком соблазне Ты даешь силу Святого Духа, которую мы можем преодолеть. Любое испытание и любое искушение мы молились прямо сейчас во имя нашего Господа Иисуса Христа. И народ Божий доскажет. Аминь. Аминь. Будьте благословены. Будьте благословены. Я люблю Вас, любовь Иисуса Христа. Вы чем вечерец, любовь Тонна, Иисус Христос. Аллилуйя. Подожди чуть-чуть. Сейчас, перед тем, как будем молиться за финансы... Приди, если молим за финансы, ты? Я хочу сказать...